МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Желание принимать лекарства является, возможно, самой большой особенностью, которая отличает человека от животных, отметил полтора века назад канадский врач Уильям Ослер. Здравствуйте в студии Наталья Цопина. И вот о чем расскажем в этом выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сеть донорских баз и регистр несогласия. Каким будет развитие программы трансплантации органов? Комната Абея и диаграмма Исикавы. Как бережливые технологии входят в детское здравоохранение? 52-я операция. Когда будет ремиссия у маленькой Валерии? МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Развитие программы трансплантации органов на территории региона обсудили в Новосибирске. Столичные эксперты оценили состояние службы на сегодня и наметили пути развития. 21 почку, 6 сердец и 25 фрагментов печени уже успели пересадить в этом году новосибирские трансплантологи. Статистика на уровне прошлых лет. Однако медики уверяют, готовы выполнять на две трети больше. Мы озвучили нашу потребность на руководство института Шумакова. Коллеги с нами согласились, что на сегодняшний день к 50 квотам, которые имеет только областная клиническая больница, ну, еще бы необходимо 25-30. Потенциал лечебных учреждений готов. Есть листые ожидания, есть пациенты, которые нуждаются в данном виде помощи. Самое главное. О том, что потенциал в регионе хороший, говорят и московские эксперты. Специалисты Федерального центра трансплантологии имени академика Валерия Шумакова несколько дней трудятся в Новосибирске. Рекомендуют особый упор делать на развитие сети донорских баз. В нашей области их открывают не только в крупных больницах мегаполиса, но и в районах. В плане развития это действительно кропотливая работа, вот ежедневная, потому что сообщество врачей, профессионалов, которые работают непосредственно у постели больного, их взаимодействие с областной клинической больницей, временное, практическое, очень-очень важно. И мы вместе с нашей юридической службой и вместе с главным специалистом в этом направлении плотно работаем. Сотрудники Федерального центра трансплантологии знакомы с ситуацией в каждом регионе России. На вопрос, какой субъект федерации должен стать примером при создании оптимальной структуры, отвечают Московская область. Новосибирск – это такая же столица, миллионик, здесь потрясающий город с прекрасными технологиями. Ваши специалисты владеют технологиями пересадки почки, печени, сердца, прекрасно умеют работать с пациентами до и после трансплантации. С точки зрения механизмов финансирования они одни и те же. Мы по конституции одно государство. Немало сложностей связано с несовершенством законодательства. Признают это и врачи, и чиновники. И добавляют, дополнения и изменения в закон вносят регулярно. Особое внимание на вопрос создания регистра для волеизъявлений граждан, который будет фиксировать регистр несогласий прижизненных, в большой информационной системе федерального значения, в которой можно будет отследить волеизъявления граждан. Здесь тогда вопросы другие, они отпадают. После пересадки органов пациенты возвращаются к обычной жизни. Работают, создают семьи. В прошлом году в областной больнице отметили 30-летие с момента первой трансплантации почки. С тех пор выполнили больше 800 подобных операций. И взрослым, и детям. Отремонтировать детские поликлиники и больницы, закупить новое оборудование, установить игровые зоны. Эти и другие мероприятия предусматривает новый проект по развитию детского здравоохранения. Его утвердили в регионе и отметили. Самый главный показатель, к которому область должна прийти по завершению программы, это снижение младенческой смертности. Внедряют принципы бережливого производства. Это сокращение очередей, комфортное пребывание юных пациентов и их родителей в медицинских организациях. В портфеле канцелярия готовы, о будущей школе знает практически все. И сложных уроков Павел не боится. Я умею читать, читать, достаю больше. Сейчас будущий первоклассник проходит плановый осмотр перед школой. Семья многодетная. Мама Елена отмечает, поликлиника меняется на глазах. Меняется в лучшую сторону. Рады за новое помещение, потому что стало намного лучше. По сравнению с предыдущим, которое было раньше, новые кабинеты, есть новые специалисты даже. Меняется коллектив, улучшается обслуживание, может записаться через электронную очередь. Это очень радует. Детская поликлиника в городе Опь новая, но далеко не все соответствует стандартам бережливых технологий. Ремонт уже идет. Например, построили колясочную. Это намного удобнее, чем оставить на улице ее мальчиком, когда погода плохая, дождь или зимой, когда снег идет. Намного лучше, когда есть вот такая вот красочная. Тем более она большая, здесь очень много детей помещается за раз. Скоро приобретут новое оборудование, в том числе гематологический анализатор. Уже обустроили кабинет УЗИ, пришли технологические новинки лор-врачам и офтальмологам. На территории поликлиники теперь можно выполнить и электрокардиограмму. Почему у нас стала проблема того же ЭКГ? Потому что ЭКГ проходилось на железнодорожной 7, это через дорогу, через железную дорогу. То есть, представляете, да, расстояние, это до стационара доехать, ну сколько километров здесь, 6? Да, наверное, 6 километров. И транспорт, конечно, ходит, но, тем не менее, это крайне неудобно. И там проходят ЭКГ взрослые. Они были, конечно, разведены потоки временем, но, тем не менее, перехлёст вот этот вот был. И вот была цель убрать именно смешение потоков, и чтобы было детям удобно. Медики говорят, основное внимание сейчас надо уделять даже не строительству и закупке, что тоже важно, а организации работы. Перенимают опыт бережливого производства. Концепция пришла из зарубежной промышленности. Как оптимизировать процессы, решают в комнате обея. В переводе с японского «большое помещение», напоминает военный штаб. Карты, доски, графики. Здесь контрольные точки проекта, описание сложностей, ход реализации. Проблемы называют ежами. На диаграмме Исикавы – рыба. На ребрах – инструменты, с помощью которых можно добиться желаемого результата. Здесь мы делали диаграмму спагетти на выписку бесплатного льготного рецепта. И вот что означало? Сначала пациент приходит в регистратуру. В регистратуре записывается педиатр, идет в кабинет педиатра. От педиатра он идет, решает какие-то вопросы снова в регистратуре. Устранили ненужные шаги процесса, повысили скорость и снизили нагрузку на участников процедуры. Контролировать с точностью до секунды можно с помощью картирования. Он зашел и сразу с секундомером за ним идет человек. Вот он подошел в регистратуру, сколько он там был, пока получал, чего-то там расписывался. Каждый процесс записывается и записывается, сколько он времени на это потратил. Затем ищут те моменты, которые нужно исключить из вот этого всего, чтобы оптимизировать, чтобы сократить срок пребывания пациента и сделать максимально удобным для него нахождение в поликлинике. Если какой-то предмет не стоит на своем месте, то появляется красный сигнал, что этого предмета нет и он должен здесь появиться. Соответственно, когда он встает на месте, он закрывает этот раздражающий сигнал и работать становится комфортно. Врач-педиатр Ирина Качесова знает о бережливом производстве немало. Новосибирская детская поликлиника номер 6 уже опытный участник проекта. И этот кабинет один из первых претерпел преобразование. За два года в медучреждении полностью изменили работу регистратуры. Теперь здесь нет окошек. Не отвлекает телефон. Появился колл-центр. За медицинскую документацию также отвечает специалист картохранилища. Разделили потоки больных и здоровых детей. Показывают фотографии, как было до проекта и как сейчас. Впечатляют и цифры. Во-первых, по времени дозвона в три раза уменьшилось. Во-вторых, по записи. То есть раньше еще в чем очередь была. Вот я пришел, я хочу, и начинается между, плюсом и так далее. И сейчас с 30 до 70 процентов это по записи народу будет. Ну, я думаю, мы прям 90 к 100 будем идти. Сейчас ремонт идет в 44 детских поликлиниках региона. К концу года они завершат переход на новую модель оказания первичной медико-санитарной помощи. Но останавливаться на этом не будут. Одну работу регистратуры можно разбирать и как со звонками, с работой на окне, работа картохранилища. Там столько процессов, которые можно улучшать, сокращать время протекания этих процессов, улучшать удовлетворенность обслуживания пациентов в этих направлениях. Поэтому нет предела совершенству и поликлиники продолжают работать. Основную работу в детских поликлиниках должны завершить к концу 2021 года. 52 операции за 5 лет перенесла маленькая Валерия. В 5 месяцев у девочки была пневмония. Она привела к тяжелому осложнению – папиломатозу гортани. Сначала пациентку пытались спасти хирурги России и Израиля. Полтора года назад откликнулись врачи Южной Кореи. В их клинике есть высокотехнологичные лазеры, которые позволяют проникнуть вглубь тканей и убрать не просто папиломы, но и их причину. На первые 8 операций деньги помог собрать Русфонд. Девятую клиника выполнила за свой счет. Как проходит лечение Леры, сколько хирургических вмешательств впереди и о чем мечтает девочка, которая уже терпеть не может врачей, знает мой коллега Анатолий Харитонов. Эмоций она не скрывает. Наоборот, радуется от души, любимого попугая приручила. Но выразить восторг громко, как это делает большинство детей в ее возрасте, не может. Гортань словно в тисках, у пятилетней Валерии Седоковой папиломатоз. Случай тяжелый, доброкачественные опухоли в трахее, бронхах. Девочка дышит через трубку, говорит, очень тихо. Губами она издает те звуки, которые я понимаю. Может, потому что я мама, да, и у меня все равно с рождения и зачатия, так скажем, связь с этим ребенком. В полгода, рассказывает Алена, дочь переболела пневмонией, а потом осложнение, рост папиллом. За пять лет 52 операции Леру лечили в Новосибирске, Москве, Иерусалиме. Но опухоли опять появлялись. Противовирусные препараты не помогали. Были ситуации, когда ребенок задыхался. Честно говоря, эту историю даже вспоминать страшно. Самолет снижается, я ее пристегиваю, все. Она сидит, ну вот она прям замерла, и у нее такие глаза, вот такие прям огромные, и в них слезы. Я говорю, дочь, а что случилось? Она говорит, ну, такой у нее голос, его нет практически, ну, шепот, и она говорит, дышать. И я, ну, меня как током как будто ударило, я быстро задираю ей майку, смотрю, у нее грудь, вот при вдохе, как будто прилипает к спине. А мы летим, то есть мы в воздухе. И когда мы приземлились, открылся наконец-то данный выход. Я ее даже не одеваю, а просто путаю в куртку, потому что, ну, я не знаю, успею ли я ее одеть или что-то. И выбегаю. И на воздухе ей становится более или менее хорошо. У нее поднялась температура, и начался отек. Она потеряла сознание как раз. И когда уже очнулась, она такая была вся. Я говорю, Лерочка, что с тобой, как, что такое было? Она говорит, а я видела ангела. Я говорю, Датинара приснилась, и она говорит, нет. Я видела еще Деву Марию. Я говорю, что она сказала? Она сказала, чуть-чуть потерпеть осталось. Шесть часов в небе. Скоро посадка в Инчхоне. Это главные воздушные ворота Сеула. В центре азиатского мегаполиса последняя надежда на спасение. Клиника Ясон, где такие пациенты, как Лера, вновь обретают голос. Там используют высокотехнологичное оборудование, которого нет в России. Историю маленькой сибирячки местные специалисты прекрасно знают. Команда врачей согласилась прооперировать девочку бесплатно, хотя это стоит 15 тысяч долларов. Корейский институт развития здравоохранения оплатил перелет и проживание. Седоковы поселились вот в этом отеле. Он называется «Семейный». Там в каждом номере есть холодильник, чайник, а главное – небольшая кухня. Дело в том, что Алена должна три раза в день готовить еду для дочки. Лера любит куриный суп с гречкой, крупу. Мама привезла из Новосибирска в южнокорейской столице, ее не продают. А еще женщина взяла из дома яблоки, сыр, колбасу, сладости, традиционная местная пища, например, капуста кимчхи, блюдо из мяса птицы, ребенку не по вкусу. Все слишком острое. На протяжении пяти минут надо будет сказать только «аааа». Понятно? Пяти секунд, да. И еще немножко подольше постарайся запротивление. Обследование голоса – обязательная процедура. Мы всегда проводим ее, чтобы посмотреть динамику, стало лучше или хуже. На мой взгляд, звук «а» наиболее простой и удобный для всех пациентов, независимо от того, из какой страны они приехали и на каком языке разговаривать. Нам необходимо посмотреть, как двигаются голосовые складки. Впрочем, только один звук «ааа» вряд ли расскажет все о голосе пациента, поэтому девочка читает фонеатору Ким Хён Джу стихотворение знаменитой детской поэтессы Агнии Барто «Помощница». Программа не может распознать этот шепот. Мы с вами его слышим, понимаем, а компьютер нет. Валерия воспроизводит звук не голосовыми складками, а движением рта и воздуха. Это не то, на что нацелена программа для анализа. И всё же девочка должна заговорить, утверждает директор клиники, доктор медицинских наук Ким Хён Те, отоларинголог, который больше 30 лет специализируется на лечении пациентов с заболеваниями гортани. В первую очередь нужно добиться того, чтобы маленькая сибирячка дышала ртом и носом, сама, без трубки. Главное — не допустить стеноза, срастания голосовых складок. Такая операция длится примерно час-полтора. Профессор Ким Хён Те использует различные микроинструменты, применяет особый лазер KTP, которым обрабатывает поверхность голосовых складок, чтобы Лера хорошо и свободно дышала. При этом смотреть на мониторы, где видны все манипуляции, можно только в специальных очках. Иначе повредишь зрение. Лазеры KTP и PDL направлены на то, чтобы как можно дальше проникнуть в ткани, затронуть очень мелкие участки, воздействовать на капилляры, а вместе с этими капиллярами отмирают участки и папилломатозной ткани. Новых образований там не возникает, рубцов практически нет. Это главное преимущество по сравнению с обычными лазерами CO2, которые оставляют много рубцов. Кроме того, после лазера CO2 риск возникновения стеноза гортани гораздо выше. И тем не менее, за один раз недуг не победить. Лерин случай, один из самых сложных в практике корейских врачей для Седоковых, это уже девятый визит в страну утренней свежести. За все предыдущие операции в Сеульской клинике платил Русфонд. Расходы на дорогу туда-обратно и проживание в отеле за счет пациента. Один приезд — 300 тысяч рублей. Семья потратила уже больше двух миллионов. Мама девочки влезла в долги, взяла кредит. И вот теперь курс лечения благополучно завершают. По словам доктора Ким Хён Тэ, ребенок приблизился к ремиссии почти на 90%. Внутри трахея чистенькая. Когда мы углубляемся к бронхам, там много скопилось мокроты. Но это ничего страшного. Все это убрали. К счастью, не было обнаружено никаких папиломатозных тканей. Стало хорошо. Операция прошла успешно. После операции девочка должна принимать лекарство, которое разжижает и выводит мокроту. Нельзя острую, соленую, а также сухую пищу. Чипсы, сухарики. А вот мороженое можно, причем в больших количествах, чтобы расслабить голосовые связки. Мне хочется, чтобы мой ребенок ходил в школу со всеми своими ровесниками, как положено. Но гнать ее туда, то есть, вот, мне надо успеть до школы, я не буду. Потому что этот ребенок столько настрадался, столько натерпелся. Ну, пойдет она в школу, пусть на год позже. Но я доведу ее постепенно до ума. То есть, мы сделаем все как надо, с ножками, чтобы появился какой-то голос. Как бы школа, дети, они же не все будут понимать ее. Будем делать так, чтобы она пошла в школу без комплекса. Дома Алена играет с дочкой в школу, показывает буквы и цифры. И говорит, что в первый класс ребенок, скорее всего, пойдет не в Новосибирске. Седоковы планируют переехать в Сочи. По словам врачей, Лера должна жить там, где влажный и теплый климат. А сейчас к новостям обязательного медицинского страхования. В следующем сюжете расскажем о работе страховых представителей. Их называют стражем медицинского порядка. Три года назад в России стартовал общенациональный проект по созданию Института страховых представителей. Тогда начали работу специалисты первого уровня. С января 2017-го – второго уровня. В прошлом году к ним присоединились страховые представители третьего уровня. Страховые представители работают не только в страховых компаниях, а также консультируют пациентов в поликлиниках. Страховые представители осуществляют свою деятельность в рамках приоритетного проекта. Это создание новой модели медицинской организации, которая оказывает первичную медико-санитарную помощь. В его основе – это тиражирование бережливого производства. И сейчас в Новосибирской области его внедряют на базе 28 медицинских организаций по 35 адресам. Во всех медицинских организациях, участвующих в проекте, дежурят страховые представители. Они обеспечивают защиту прав граждан вне зависимости от того, какой страховой компании выдан полис ОМС. Страховые представители консультируют граждан о доступности и качестве медицинской помощи. Они работают с обращениями, проводят анонимное анкетирование. Также страховые представители оказывают оперативное содействие в случае возникновения проблем при получении бесплатной медицинской помощи на территории медицинской организации. График дежурств страховых представителей размещен на сайте Территориального фонда обязательного медицинского страхования и на информационных стендах в медицинских организациях. К специалистам страховых медицинских организаций Территориального фонда ОМС Новосибирской области можно обратиться круглосуточно, позвонив на горячую линию ОМС 8800-222-1515. Врачу вовсе не обязательно верить в медицину. Больной верит в нее за двоих, считает американский театральный критик Жорж Элгази. Будьте здоровы, до встречи через неделю. Субтитры подогнал «Симон»